Так, здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь, и мы, конечно, продолжаем читать кодекс, который никому не нужен, кроме меня, но чё поделать, мне он нужен, так, чё такое, я не пойму, чё, документацию, бери свою документацию, ха-ха-ха, игра, ну хватит, я не знаю, чё такое, вот серьёзное, блин, просто вылил, вылез кусок и всё, блин, я тут просто добил одно задание, как всегда добил задание, мне дали достижение, там это маленькие задания, которые мы с вами синий выполняли, просто чисто надо было это добить, чтобы, ну не стал, я там, по-моему, вот здесь под мостом, вот здесь вот было, последнее задание, мне дали достижение зачистка Уотсона, что ли, чё-то такое, не знаю, что, а, ну да, получается, видите, мы с вами Уотсон-то весь как раз зачистили, получается, я три территории, а, ну четыре территории зачистил, он мне полностью дали достижение зачистку Уотсона, ещё какое-то мне дали достижение, так, видите, я даже, я даже посмотрю, ради интереса, чё мне дали, я уже забыл, в стиме, чё-то мне ещё дали, так, что-то, а, я киберимпланты, по-моему, во все части тела вставил, да, фиг ты, ринаёшь, да, там, по-моему, вставьте, да, вот она, автозамена, установить не менее одного импланта на каждую систему части тела, и всё элементарно, выполнить все заказы, закрыть все заявки на расследование Уотсона я сделал, вот такие вот дела, случайно получил два достижения за пять секунд, да, этот импланты ещё поставил немного, короче, заменил потом на золотую кибердеку, и воткнул сюда, воткнул какое-то электротело, я, видимо, вот, это странно, у меня разве не было, а, вот я вот это, у меня здесь не было, я акселератор воткнул в лобную долю, мне дали достижение, что из-за низкого интеллекта у меня не получилось, да, ничего втыкает, так что у нас в базе данных, помимо идиотских машин, конечно, оружие, Кантао А-22 Чао, Аросака была монополистом на рынке смарт-ганов, пока оружие этого класса не начала выпускать Кантао, Чао, это китайский ответ Юки Мурии, внешне их очень легко спутать, если верить слухам, она смарт-гана, чё, если верить слухам, она смарт-гана создал, чё, аналог, может, смарт-гана, создал один и тот же конструктор, похищенный из Японии по приказу Кантао, как бы там ни было, Чао просто в обращении, его легко перезаряжать, когда патроны заканчиваются, пустой магазин отсоединяется, сам удобный и практичный, пока он не упадёт и ничего не подзарывающему стрелку на ногу, Технотроника РТ-46 Буря, Буря можно выставлять в музее, как образец советского дизайна, красивая? Нет, удобная и безопасная? Нет, эффективная? Очень, это электромагнитный пистолет с мощностью полевого орудия и таким же весом, поэтому стрелять из него без риска для жизни смогут только обладатели мускульных и скелетных кимбер-имплантов, те, кому удавалось поднять РТ-46 без них, после первого же выстрела уезжали к риперу со сломанным локтем, нафиг такое оружие надо? Квазар Дарополитехник ДР-12 Квазар Квазар, пожалуй, самое заметное орудие на улицах Найт-Сити, его легко узнать по необычному угловатому корпусу, классическому индийскому магазину, уникальной электромагнитной технологии. В стволе Квазара находятся четыре наэлектролизованных стержня, которые при соприкосновении с патроном создают электромагнитное поле. Электродинамическая сила с огромной скоростью посылает пулю в цель выстрелом, из незрачного Квазара можно пробить бронированный кузов автомобиля или пуленепробиваемый жилет. Я не понимаю, зачем настолько далеко заходить, чтобы каждое оружие описывать. Вот не лень же им, сука, было, а? Накота Д5 Сайдвиндер Сайдвиндер младше и более способный, брат Коперхеда. На базе того же самого корпуса инженеры создали смарт-ган, умный автомат. Причем в нем, лучше сказать, не умный, а не совсем тупой. Сайдвиндер в подметке не годится аналогам производства Аросаки, Милитеха и Кантао. Разумеется, он упрощает прицеливание и ориентацию на местности, но разницу заметит каждый, кто хоть раз держал в руках качественный смарт-ган. Несмотря на это, Сайдвиндер покупает, в том числе, благодаря разумной цене, что обеспечит корпорации накоцать свою нишу на рынке оружия. Милитеха М179 Ахиллес Ахиллес был легендарным непобедимым древнегреческим воином, и его тезки и производства Милитеха также нет равных в своем классе. Ахиллес – лучшая электромагнитная целевая винтовка в мире. Ее основные достоинства – большая дальность и невероятная мощность. Выпущенные из нее пули преодолевают огромное расстояние. Не теряя скорость, они могут пробить стены домов и броню боевых машин. У Ахиллеса и Змифа было одно слабое место. У винтовки, названные в его честь, их два. Сложное обслуживание конструкции – очень высокая цена. Поэтому Ахиллес резкий – гость на улицах Найт-Сити. Ну это понятно. Это понятно. Кантао. Это китайская мегакорпорация, один из самых крупных производителей оружия в мире. Кантао постоянно совершенствует свою продукцию и превосходит ожидания клиентов. Настолько, что может соперничать даже с Сарасакой. Компания поставляет самые совершенные борцы оружия и оборудования военным частям и военизированным отрядам всего мира. Также специализируется на разработке патентования и в производстве умного оружия систем. В этой нише рынка вооружений Кантао нет равных. Валентина. Блин, неужели не читал? Ну ладно. Пестрые жилеты, позолоченные импланты, массивные бижутерии, татуировки Сант-Мава-Арте и Хесса Мальвереда. Валентина не спутаешь ни с кем. Выразительный стиль, на который сильно повлияла культура Чекана, делает из всех похожим на жителей мексиканского Барио. Но к банде может присоединиться каждый, независимо от происхождения и цвета кожи. Валентина привязана к своей территории, Хейвуду. С местной общины их связывают дружеские, почти семейные узы, деловые отношения. Валентина ведут легальный бизнес, им принадлежат многие рестораны, ночные клубы, автомастерские в районе. Но он служит лишь прикрытием для отмывания грязных денег, контрабанды кроидных машин и оружия, торговли людьми и борьбы с другими бандами. Дружба для Валентина бесценно длится до гробовой доски. Подумайте об этом, прежде чем брать от них заказы. Это прилипно, да и капец хер оторвешь, блин. Хох, это точно не читал. Казино в Кабуке, которое принадлежит тигринам когтям. Для посетителей открыт только первый этаж, остальные заняты гангстерами. Даже если вам захочется разметить ноги после партии Бладжек, наверх лучше не заглядывайте. Офис Муамура, Эль Капитана Рейс. Эль Капитан работает в укромном местечке с видом на дамбу. Это уединенное место у окружной дороги на ранче Коронады идеально подходит, чтобы вести дела, которые любят тишину. Если у вас есть дела к капитану и вы хотите поговорить с ним глазу на глаз, скорее всего он назначит вам встречу именно там. Понятно. Бастион. На бульваре у набережной Уэлл-Спрингс расположился торговый центр с магазинами качественных имплантов, барами и ресторанами. По ухоженному и чистому Бастиону приятно прогуляться, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Так, эти страна. Ханакан, это понятно. Да, я все прочитаю потом, что за кадром. Все вроде получается здесь, да? Так, получается все. Сейчас еще раз проверим. Ну ты, тачки, блин. Тачки, конечно. Вэри бы эта идея была, блин. Так, ну самое страшное, это чипы, конечно. Йокай. Японские демоны прошлого и настоящего. Зачем это надо, я не понимаю. Они живут на горных вершинах в реках и океанах. На городских улицах и на тех этажах мегабашен, чьих номерах есть цифра 4. Они могут поселиться у вас в стиральной машине или инфовизоре. Некоторые появляются в одних и тех же местах, другие преследуют определенного человека. Это из-за них вы слышите странные звуки посреди пустыни. Из-за них вам кажется, будто за вами кто-то наблюдает, хотя вокруг не души. Из-за них вы все время замечаете боковым зрением то, чего не видит больше никто, даже если рипер настраивал ваши импланты совсем недавно. Первое упоминание о Йокаях в японской литературе датируется 797 годом. Эти сверхъестественные существа, тесно связанные с загробным миром, живут в японском сознании с самого зарождения анимизма. Нельзя сказать, что японцы верят в Йокаях, они просто знают, что Йокаях существует. Помимо призраков, демонов и других загадочных созданий, к Йокаям относятся оборотни Абакэ или Бакамана. Оборотни Абакэ или Бакамона, странно. Считается, что они способны принимать облик человека без лица, одноглазого пугала или животного. Легенды гласят, что по достижении определенного возраста кошки превращаются в Баканэко. В Баканэко. Эти Йокаях умеют ходить на задних лапах, разговаривать, танцевать и превращаться в человека. А некоторые даже пожирают собственных хозяев и занимают их места. Иногда Баканэко приходят к людям во сне. Имеют они пробуждать мертвых, для этого им нужно всего лишь перепрыгнуть через тело усопшего. На этом способности Баканэко не заканчивается. Так увидев рядом кошку о двух хвостах, следует насторожиться. Это Накамата, Йокаям, способный проклинать живых и управлять мертвыми. Но Накая это кошка на японском. Это понятно. Остальное все приписки, видимо. Других слов. В человеческом обличии Накамата выглядит как сварливая старуха, которая вызывает у окружающих необъяснимый страх и тревогу. Впрочем, спешим успокоить наших русскоязычных читателей. Баканэко вы увидите, разве что в виде фигурок Манэки. Но Нако в сувенирном киоске. Настоящие кошки в наши дни встречаются ряда, чем века. А почему русскоязычных читателей? В 20 веке наша планета пережила немало катастроф. Я извиняюсь, конечно, если я что-то читаю несколько раз. Я не помню, что я читал, что нет. Тут некоторые открываются по второму разу. Ничего страшного. Ядерная война, природные катаклизмы, массовый голод нанесли по миру тяжелый удар. Но самым трагическим событием этого столетия стал распад Соединенных Штатов Америки. Наша великая страна часто страдала от утренних расприй. Север против юга, демократы против республиканцев, корпорации против федерального правительства. Но мы с частью выходили из тех испытаний, как единая нация, хотя порой цена победы была высока. Такой был наш моральный долг перед всей страной. США отличался от государств, основанных за все предыдущие века. Мы были заступниками свободного мира. Наши войска поддерживали порядок. Наши университеты развивали науку и двигали вперед прогресс. Наша промышленность процветала, а наша пресса писала только правду. Когда США распались, всему этому пришел конец. Однажды Америка восстанет из пепла и подарит надежду этому миру. Я знаю, что это случится, если мы вспомним, кто мы есть и объединимся под звездополосатым знаменем новых Соединенных Штатов Америки. Я призываю вас дать отпор корпорациям, враждебным штатам, которые не дают нам стремиться к счастью. Я верю, что если мы принесем жертву в нашем будущем, то уже ничто на сведение сможет нас разделить. Ну, я даже это комментировать не буду. Типа. Так, метакорпы. Жизнь кочевников ассоциируется у нас с разрухой и упадком цивилизаций с технологическим регрессом. Многие кланы полностью соответствуют этим стереотипам, но из каждых их правил бывают исключения. Среди кочевников это Мета, а точнее Метакорп. В отличие от других народов, которые зарабатывают на жизнь в основном контрабандой и грабежами, Мета действует легально. Компания Метакорп, зарегистрированная в западных корпоративных штатах, владеет контрольными пакетами акций нескольких транспортных фирм, включая быстро развивающиеся ДТР, Декертанак и Роджерс, которые в прошлогодних данных владели 53% наземного транспорта на территории Америки. История Метакорпа – это история американского духа, предпринимательства и надежды на будущее, которые не способны уничтожить даже ядерная война. Метакорп наглядно демонстрирует, что из хаоса может родиться порядок, а шелест евро-доллара способен сделать цивилизованными даже самых жестоких варваров. Месяц назад мне представилась возможность посетить штаб-квартиру компании на Метаке, плавучем острове, который сейчас стоит на якоре Мексиканском заливе. Там я встретился с Викторией Метой, генеральным директором Метакорпа, и внучки ее основателя Джонатана Метты. Виктория определенно унаследовала от деда стальной взгляд и деловую хватку. Вот это вроде не читали. Вот это разве не читал я? Простыми словами, объединяющая война. Объединяющая война – последний на текущий момент вооруженный конфликт, произошедший в Северной Америке после кризиса и провалившейся с января 1969 года, по июня 1970-го, короче. Нет, это какая-то сводка. Объединяющая война официально считается военным противостоянным новых Соединенных Штатов НСШ и Свободных Штатов. Однако многие историки относятся к корпоративным войнам. НСШ получали технику, специалистов и ресурс от корпораций Мелитех, тогда как Свободные Штаты пользуются значительной, но неофициальной поддержкой Аросаки. Это мы знаем. Объединяющую войну сейчас называют стальной войной или стальными войнами, поскольку во время конфликта широко используются бронированные и моторизированные автомобили панцирь. Самым кровопролитным сражением обвиняющей войны стала битва под Риджи Крестом. По официальным данным, за один день погибло не менее 3078 человек. Северная Калифорния во время конфликта сражалась на стороне свободных Штатов. Южная Калифорния поддерживала НСШ. Город НСШ соблюдал нейтралитет. Обвиняющая война завершилась подписанием договора об объединении в Арвине Южной Калифорнии. Обе стороны утверждали, что одержали победу. Это что-то или что-то Алтай подобное. Свободный Штат сохранил независимость, и на США приблизился к объединению американского народа. Объединяющая война не помогла решить глобального конфликта. Системы с искусственным интеллектом предсказывают, что с вероятностью 74% очередное вооруженное столкновение произойдет до 2080 года. Ложные слухи о Пусане. Сторонники теории заговора активно обсуждают новости о пробуждении Пусана города Призыка. Ну, это я читал. Так, это я читал. Вот это читал. Пусан там что-то про роботов. Ну да. Послевоенная Америка. Период нестабильности. Кто-то не помнит. 2024-2035. После 4-й корпоративной войны президент Элизабет Кресс ввела в США военное положение и нациализировала корпорацию Мелитех. Крупного производителя оружия, чтобы навести в стране хотя бы некое подобие порядка. Европа и Япония с занятыми внутренними проблемами не обратили внимания на происходящее в Северной Америке. В этот период начали наращивать влияние так называемые кочевники. Их история уходит корнями 90-е годы, когда корпорации начали массово скупать пахотную землю. Фермеры, которые были вынуждены продать свои владения, начали объединяться в группы или кланы, чтобы вместе бороться за выживание. В поисках работы они переезжали с места на место и часто брали заказы на перевозки. К концу войны их конвои стали единственным надежным и безопасным способом переброски грузов между штатами. Другими словами, кризисы и обстоятельства сыграли главную роль в формировании нового социального слоя. Чтобы снизить угрозу нападения враждебных и скинов в киберпространстве в 2040-х годах, сетевой дозор создал черный заслон. Огромный фаерволл, отгородивший для людей безопасный участок сети. По настоянию корпорации, человечеству пришлось отказаться от доступа к ценнейшим источникам знаний ради всеобщей безопасности. Понятно. Но видите, все равно повторяется, сука, непонятная инструкция. Мы нашли покупателя, но это вот записки, ну ладно. Хочет заплатить с разноличными вопросов, не задает Нортон, даст вам машины, приведите их в порядок, отгоните в установленное место, координаты прилагаются. Держу вас, за вас кулаки, надеюсь, все пройдет гладко. Приказ. Назначили встречу, эти бакланы ничего не подозревают, полные штаны счастья, что провернули такую сделку. Перестреляйте там их, только машине не заденете, жду звонка. Добрый день, мистер Гриффин. Копия сообщения. Спасибо, что обратились к нам, хочу проинформировать, что операция по полной пересадке кожи, изменению контров лица, генетической маскировки и перенастройки голоса продлится около 12 часов под общей наркозом. За 48 часов до операции необходимо отказаться от алкоголя и психоактивных веществ. Спасибо, до скорой встречи, доктор Якобс. Нина Челло и Питер Челло. Нина, пап, ты назло мне это делаешь? Питер говорит. Нина, пап, не начинай. Питер, прекрати ходить за стену, посмотри, что со мной стало. Не хочешь учиться на своих ошибках, поучись хотя бы на моих. Думаешь, кто-нибудь из засранцев, которые посылают тебя в рейды, поможет тебе, если вдруг что? Хватит, Нина, завязывай с этим, оно того не стоит. Нина, это мы вчера бункер искали, в который я залезть у него, как я понимаю. Джош Коворкин, прекрати ныть, начинай богатеть. Первый и самый важный урок, ты и только ты в ответе за свою жизнь. Не жди, пока на тобой сжалится правительство, не надейся, что вдруг протянете руку помощи. Просто возьми себя в руки и приступи к работе. Все мы знаем, что безработица сейчас составляет 34%, но это не сложно тебе, но это не должно тебя останавливать. Ты всегда можешь начать свое дело, это совсем не сложно. Тебе не хватает образования, так получи его, наконец. Хватит договорок, пойми, главное, ты можешь стать богатым, нужно только этого захотеть, как следует потрудиться. Ликвидация. Эстабан Рамирис, такой-то возраст. Короче, ни о чем. Эстабан и Макс. Макс Джонс. Макс, совершенно верно, с кем имею честь. Меня зовут Эстабан Рамирис. Я слышал, вы журналист. В смысле, настоящий журналист, который пишет, что думает, а не что ему прикажут. Вы не боитесь рисковать, и у вас есть принципы? Я как раз ищу такого человека, Макс. Погодите, этот канал не зашифрован, давайте встретимся лично. Иначе кто-нибудь прочитает, о чем мы тут разговариваем. Вы под наблюдением? Эстабана вроде нет. Окей, тогда встретимся завтра, сейчас пришлю координаты. Ножовка и Санода. Ножовка, этот дебил повелся и едет к вам, Санода. Если это кончится, еще одну перестрелку, мы очень серьезно поссоримся, Ножовка. Не-не-не-не. Он один едет и совсем никакой. Делайте с ним, что хотите. Это такой же с доброй воли с нашей стороны. Как извинения за тот несчастный случай, Санода. Весьма несчастный. Надеюсь, такого не повторится, иначе мы дадим симметричный ответ, Ножовка. Само собой, удачи вам с Элвином. Архивный диалог Дуэн и Бёрд. Дуэн, привет. Нам тут надо суперштуку для компании, какой-нибудь коктейль, чтобы стало весело, но одновременно безумно. Короче, твой обычный став только на уровень выше, Бёрд. Не получится. Дуэн, в каком смысле? Ты попутал? Бёрд, я вам больше не буду ничего поставлять. Дуэн, чувак, у тебя там, что, похоже, мозг, конец расплавился? Ты забыл, на что подписался? Ты даешь товар, мы даем защиту, Бёрд. Я сам себя защищу. Дуэн, вон оно как. Так, это мы можем проверить прямо сейчас, Бёрд. Давай, я готов. Дуэн, тогда доставай зонтик, петух. Когда мы приедем, начнёт свинцовый дождь. Просьба. Дуэн, мы завтра отмечаем... Мы завтра отмечаем. Нужно что-то особенное. Должен быть прям отвал жопы. Чтоб люди пищали, обливали радугой, чтобы потом реально всем казалось, как плохой эктрип. Денег много, достанешь, что надо. Станешь самым богатым дилером в городе. В общем, отпишись, чумба. Заказ. Пацаны, в пизду этого пида. Он на каждой поставке теперь цены поднимает. Закажите тонну товара, как получше обнулить его. Найдём другого поставщика. Архивный разговор Джакс Коннор и цена Саксона. Джакс, блин, чё-то не так. Казер мне какой-то багованный имплант вставил. Цена, ну сходи к нему починить, Джакс. Не, я лучше к нормальному риперу схожу и заплачу. Цена, это тот хром, который он из корпоратки вырезал. Который ещё посреди операции проснулась, мы там чуть не оглохли. Джакс, не-не, у меня Росаковские поделки плохо приживаются. Про другой имплант, хотя забей, так это же было уже. Диалог о Фрике и Атмаре. Фрик, гони в хевен унастроенные. Атмаре, я тут говорил, что... Я тут, говори, чё с ним я подготовлюсь. Фрик, гранаты я вблизи разъебала. Кровища многих хер знает, чё там ещё. Понял, жду вас. Асванка, Атмаре, Брази. Асванк, у нас новенький. Примешь его ставкой обычно, Атмар? Пока не могу, Асванк. А когда сможешь? Атмаре, я позвоню, когда разберусь с графиком. Главное, чтобы парень был чистый, а то последнюю где-то... Детоксикацию пришлось сделать. Гейч, Акари. Гейч, не поверишь, милая. Мы поехали смотреть поезд, а там до потолка нетранерской снарой. Какие-то комбинезоны, кабели, щепки. Вот, вот это всё говно. Акари, а состояние? Гейч, да охуенное состояние, как вчера сделали. Акари, окей, поищу покупателя, может, вудуистам надо. Гейч, я бы не связывался с ними, но вообще, да... Это их тема, попробую Акари. Мы договорились по куте товара, сейчас пришлю координаты. Джерри Фолтер и Реджи Роб. Джерри, Реджи, сынок, есть срочное задание. Реджи, так точно, слушаю. Джерри, у нас донесение о подозрительном фургоне на Нордсайде. Стёкла заклеены, номеров нет. Судя по снимкам, с дронов внутри есть люди. Возможно, это как-то связано с вашим следствием, но их надо ловить прямо сейчас, Реджи. Так точно, выезжаем. Джерри, спасибо, Реджи, горжусь тобой. Для меня честь служить с такими ребятами, как ты, Реджи. Спасибо, шеф. Инструкция. Когда будешь на месте, напиши на контейнере ТСХ. Так мы договорились с ребятами из Ревира. Главное, клювом, не щелкай, там легко получить нож под ребра. Кавахары. Патент. Так, это херня. Код доступа. Для доступа к данному, видите, одноразовый код. В случае утери документа, нашедший обязан немедленно уничтожить его. По избежанию денежного штрафа или смерти. Диалог Дирка и Тима. Тима, у нас беда. Нильс получил очередь в спину, я не могу восстановить кровь. Нам нужен транспорт сейчас же, Тим. Я посмотрю, Дирк. Куда смотреть? Шли сюда авто. Тим, вы забрали документы? Да, блядь, мы забрали документы. Тим, окей, смотри, ничего не повредит. Дирк, у меня тут Нильс на руках умирает, Тим. Я тебя и в первый раз понял. Подождите еще немного, я разбираюсь. Крэк и Лэнс. Крэнк, слушай. А какой контейнер-то? Лэнс, душа не ебой. Я думал, план такой, что мы узнаем это от когти. Крэнк, планк пошел по пизде. Он начал палить, пришлось его успокоить. То есть, ты не знаешь. Лэнс, не, я уже вам передал все, что узнал от информатора. Но товар должен быть там просто, там. Просто надо поискать, Крэнк. Охуенный совет, спасибо. Оля, Эмир. Оля, босс, последняя партия что-то не то, Эмир. То есть. Оля, у людей есть кровь. У людей кровь идет из ушей, из носа, судороги начинаются. Надо бы эту херню убрать с дороги, Эмир. Это мне решать, что с ней делать. Перекиньте ее на другой конец города, и все будет нормально, Оля. Что-то мне нравится. Не-не, все нормально, так и сделаем. Отчет. Я понял, в чем дело в одной камере. Проблема с давлением, это влияет на реакцию. Надо остановить контейнер и починить. Так, где локал Гокер и Миллер? Гокер, ты что, блядь, сделала? Сделал, канавал ебаным. Миллер, что случилось? Гокер, этот ебучий редактор боли нихуя не работает. Я сейчас сдохну, сука. Найду тебя и зарежу, нахуй. Попробуй загрузить имплант. Команда включить редактор. Гокер, о, помогло. Извините, Миллер. Ничего страшного, обращайтесь. К слову, ваша следующая операция будет стоить в два раза дороже. Сравнительное жизнеописание. Собираясь написать об этой книге... Собираясь написать в этой книге биографии Александра и Цезаря, победившего Помпея, я вследствие множеств их событий, о которых предстоит рассказать, вместо всякого предисловия попрошу только моих читателей об одном. Не возводите на меня пустых обвинений, если я подробно и тщательно не описываю всех знаменательных деяний, а пропускаю большую часть из них. Я пишу не историю, а биографию. Высокие и низкие качества не всегда обнаружатся в деяниях славнейших. Какое-нибудь незначительное дело или слово, какая-нибудь шутка, рисует характер человека больше, чем сражения, в которых гибли тысячи людей. Громкие победы и осады городов. Художники схватывают черты лица и тот общий вид, в котором отражается характер человека, мало уделяя внимание остальным частям тела. Да будет же позволено и мне больше проникнуть в глубины души и на основании ее свойства изобразить жизнь каждого, предоставив другим говорить о великих делах сражениях. Так, делок Брит и Дэвид. Брит Дэнсон, Дэвид Колвик. Брит, не, со мной все нормально, легонько задело. Дэвид, ну, а то я слышал, там кто-то коньки чуть не отбросил. Брит, это Ганс. Его, да, распидорасило прям кишки наружу. Вонь была, пиздец. Да это мусорщики-психопаты вообще, да, Брит. Ага. Диалог Миколь Джонс и Николай Юрдаль. Миколь, она его оперирует. Николай, он выживет, Миколь? Не знаю. Но это Люся просто чудеса творит, шеф. Такую маленькую кишку Билла прицепила и прижилось. Николай, ладно, хрен с ним. Че там со сделкой? Оборудование забрали, Миколь. Не все, часть пришлось оставить. Николай, забери... Собери людей, привези остальное. Только в этот раз не обосритесь. Ну, это вот мы когда-то врачиху спасали. Доставку. КТ для вас снова товар. Будут через час. Как приземляться? Никаких резких движений. Просто отдайте им деньги. Э. Срочное сообщение для Барри Алкина. Барри, прочитай внимательно и не попроси кого-нибудь зачитать тебе вслух, если сам не умеешь. Я тебе сто раз повторял. Не выдавай своим людям мою технику, когда обносите травму. Они потом обыскивают тела и удивляются, почему это у твоих чуваков установленные импланты, изготовленные специально для травмы. В отличие от вас, с остальными подрядчиками проблем нет. Еще один такой случай, они поймут, что это я вам поставляю оборудование. Думай дважды. Повозь своих людей брать на вылазки. Что у них могут найти? Мэнни. Архивный диалог Филиппа и Джина. Киса, ты знаешь, чьи я тебя люблю? Ты моя принцесса. Принцесса я выиграл. Пропущенный звонок, пропущенный звонок. Джина, Филипп, сейчас 3 часа ночи. Ты ебнулся что ли? Филипп, любовь моя, спокойно. Я выиграл все. Мы теперь богатые. Я выиграл кота. Джина, какого кота? В смысле выиграл? Филипп, говорят чистенького. Чистокровного. Прямо для выставки. Он так громко мурчит. Джина, Филипп, если ты едешь домой, поворачивай. Я тебя не открою. Филипп, я тебя люблю. Мы богат. Джина, опять нажирался. Игрок хрена за тропой ешь зашиваться. Филипп, я зайти его кота тебе куплю квартирцу. Джина, я тебя блокирую. Только попробуй приехать долбиться в дверь. Торт инструкция по эксплуатации. Поздравляем, вы стали гордым владельцем автомобиля Тортом. Мы гарантируем, что он станет вам верным другом и надежным спутником. Перед тем, как сесть за руль своего нового Тортона отправиться в путь, обязательно прочтите это руководство. Содержание. Приборы, индикаторы, противоугодные системы, сиденья, ремни безопасности, зеркала заднего вида, фары, указатели поворота, стартер, передача тормоза, вентиляция, отопление, система кондиционирования, двигатель и совета водителю, действия в экстренной ситуации, уход от техосложной услуги и гарантии. Диалог Питера и Дзиатары. Мы уже в Найт-Сити, Дзиатара, наконец-то отправляя своих. Питер, погоди. Нам еще надо подготовить товар. Зачем они тебе такие грязные и усталые, Дзиатары? В смысле, типа вопрос. В смысле, они в этом контейнере неделю сидели, надо хоть умыть их немного. Дзиатары, я тебя о чем-то спрашивал. Питер, да я так просто. Дзиатары, может еще совет дашь? Расскажешь, что мне с ними лучше делать. Питер, извини, не хотел обидеть. Дзиатары, думаешь, ты меня обидел? Питер, извини, правда. Дзиатары, да за что ты извиняешься-то? Питер, я не хочу ни с кем ссориться, мы тут ждем твоих людей. Дзиатары, что-то напрягся, чем бы я просто пошутил? Расслабься, мои люди скоро приедут. Осторожно, горючие материалы. 100 бутылей с оксидом азота для размещения на складе. Внимание, в связи с условиением и хранением повысился риск воспоминяемости. Делай койте. Койте, всем внимание, блестяшки расходятся так, что скоро будет не есть чего готовить. Надо пополнить запас. Начнем со склада в схеме, а и в городе дофига. Лучше сначала идти в те, что хуже охраняется, особенно в кабыке. Нам нужны окись азота, атенол, эпинефрин, лизергиновая кислота. Надо поднапрячься, у нас приказ самого верха. Архивный диалог капитана Майк. Капитан, посылка ждет, но немного. Не там, где обычно, Майк. В смысле, немного не там? Капитан, погода была хрен-херовая. Я не смог причалить, пришлось импровизировать. Короче, посылка у самого края свалки. Майк, заебись. Ты в курсе, какое там течение? Я туда хер подплыву, меня ж выкинет нахуй со скалы. Капитан, надождись хорошей погоды. Безоблачная ночь будет нормально, Майк. Спасибо за совет, блять. Майк, я все расскажу шефу. Я тебе обещаю, сука. Капитан, ты лучше подумай, что шеф с тобой сделает, если ты не достаешь тавары вовремя. Завязывай ныть и вперед. Кот там 2328, координаты я скину. План лечения. Для максимального роста мышечной массы я предложил мегамускул. Действует гарантированно, но может вызвать побочные эффекты. Такие как цирроз печени, повышение артериального давления, снижение либиды, эректильная дисфункция, а также приступ агрессии. Препарат вводится внутримышечно каждые 6 часов. Если вас это устраивает, позвоните. Да это действительно. Должник. Привет, надо заглянуть еще к одному красавцу, который не хочет возвращать долг с процентами. Для начала дайте ему по морде пару раз, а будет возникать проведите у него в магазине переучет. У вас 10% с того, что получится вытвести. Так, понимаете, склад. На этой херне. Архийный диалог через Риариф. Ну, Чарльз, ну как все получилось, все хорошо? Ариф, тебе пиздец, Чумба. Чарльз, что случилось? Ариф Тимма и Бориса обнулили. Чарльз, я же говорил, что там охранник. Ариф, охранник, блядь. Они двухметровый киборг, мы его еле завалили. Чарльз, оборудование-то взяли? Ариф, сука, я тебе ебну. Взяли. Чарльз, вот видишь, продадим, у тебя сразу настроение поднимется. Только отсидись где-нибудь, пока все не у техника. Да что ты говоришь, блядь. Сделай сам, как собрать бомбу у себя на кухне. Это мы читали, по-моему. Да, читал. Тело Гзютара, Элиссар Флора, Гзютара. Приезжай, и надо забрать тело Александра из Холодоса. Все, бодай. Элиссандр, окей, завтра заеду. В локотрине как раз будет акремация, и заодно закинут твои Гзютары. Просто забери их, остань мне интересный. Элиссар, понял. Реданцы в наличии. Херня. Херабаурия. Это мы что-то... Это мы, наверное, это что-то там было про проеданцы-то. Я уже забыл. Об образовании новых синаптических путей. Будущая нейротехнология. Мы живем в век всемирной нейротехнологической революции, о которой еще 80 лет назад не могли помыслить. Мы не представляем свою жизнь без искусственно обостренных чувств, улучшенной памяти, регуляторов боли. Можем вставить в висок нейрочип, чтобы за доли секунды освоить сложный навык. А зачем так даже... Зачем так же быстро... А, может, а затем... А затем так же быстро излечивай его и все забыть. А зачем, блин? Пора задать себе вопрос, что дальше? Последнее время в академическом обществе возобновились дискуссии о новых методах влияния на уровень пластичности мозга. Возможно ли создавать стабильные нейронные пути с помощью сопроцессов? Стоит ли нашему поколению ожидать прорыва в управлении дофами энергическими данными? Если да, какие нас ждут последствия? Воспространение искусственных нейромедиаторов среди населения коренным образом преобразить в медицину, но при этом позволить правительствам разных стран и ведущим корпорациям использовать влияние на сознание людей? Изучение нейропластичности только начинается, но большинство экспертов утверждают, что в будущем искусственное создание новых нейронных связей станет такой же распространенной процедурой, как установка киберимплантов. Уже сейчас следует начать исследования, которые помогут подготовить человеческое тело к взаимодействию с новыми системами и свести на желательные побочные эффекты к минимуму. Так. Так, все, я ничего не пропустил. Что-то мотанул случайно у меня здесь мышка была, да? Так, статьи. Калифорнийская стена. Почему Южная Калифорния отделена от своей северной сестры? Власти на США скажут, что из соображений безопасности. В сознании людей север связано с разбойными нападениями кочевников, нелегальными мигрантами и безнаказанностью преступников. Стена необходима, чтобы проводить таможенный контроль и пересекать перевозку контрабанды, причем не только наркотиков. Растет рынок сбыта нелегальных киберимплантов, биотехнических снаряжений и ценностей с орбитальных станций и из лунных колоний. Я это понимаю, ровно как и то, что на пограничных блокпостах меня лишают права на приватность. Меня сканируют и регистрируют камеры. Мои машины держат на прицеле военные дроны. Мои координаты передают орбитальным системам быстрого реагирования на случай, если я вдруг окажусь террористкой. Милитех или другая корпорация, выигравшая тендер на охрану стены, напоминает мне, что проходя через металлоискатель, я на короткое время оказываюсь в боевой зоне. Вот что такое стена. Напоминание. Напоминание о том, как хрупка независимость нашего города и свобода нашего общества. Я живу в Найт-Сити, поэтому вижу стену довольно часто. И каждый раз вспоминаю о том, чего стоит мир. Хорошо это или плохо, решайте сами. Патриоты с 6-й улицы. Когда я думаю о том, чем могут гордиться новые Соединенные Штаты Америки, первым на ум приходят мужчины и женщины из объединения 6-я улица. Весь Найт-Сити знаком с ними не понаслышке. Но больше всего они сделали для жителей Виста-де-Ле-Рей. В прежние времена район был точкой притяжения для предпринимателей. Но 4-я корпоративная война поднанесла тяжелый удар по малому бизнесу. Затем в Висту пришли крупные корпорации, такие как Арасака и местные таксисты, механики и владельцы магазинов, окончательно остались без клиентов. Решившись с работы, они начали сбиваться в банды и вскоре захватили власть над улицами. Даже полиция не смогла избавить район от их разрушительного присутствия. Все изменилось, когда на родину начали возвращаться они, ветераны корпоративных войн. Они надеялись вернуться туда, где слышен детский смех и пахнет горячим бургером. Вместо этого увидели нищету и разруху. Это ужаснуло их, но не сломило. Будучи истинными американцами, не взяли дело в свои руки, собрали милетеховское оружие и стали обучать соседей тому, чему когда-то учили их самих. Сообщая о жителе Вист, отомстились жестоким бандам, которые разоряли их дом. Так появилось военизированное объединение 6-я улица. Люди самых разных национальностей и цветов кожи вместе охраняют улицы Найт-Сити. Показывая на своем примере, что значит быть патриотами. Неприятели любят беспочвенно обвинять их в воровстве и контрабанде, но 6-я улица не забывает о своих принципах. Эти молодые и гордые люди с нетерпением ждут будущего, в котором штаты объединятся вновь. Они знают, что в один прекрасный день кто-нибудь поднимет Америку с колен, так же, как они подняли Виста Дель Рей. Что на самом деле случилось с Арасака Тауэр? Это я не читал это. Да, я не подавязываю. Короче, не помню. Даже если кто-то представит доказательство, что Мелитех несет ответственность за нападение на Арасака Тауэр в 2023-м, возникнет вопрос, почему Арасака никогда на это не ответила. Ни у кого нет сомнений, что снаряд изготовил Мелитех, но это еще не значит, что Мелитех его взорвал. Я не фанат популярной теории, согласно которой теракт подготовил рокера Джонни Сильверхендт. Я в целом не фанат этого противоречивого персонажа. Сильверхендт был известен своими громкими речами и демонстративными жестами, а не серьезными поступками. Полагаю, у него просто бы не хватило смелости на такой шаг. Зададимся вопросом, кто больше всех ненавидит корпорацию? Конечно, кочевники. Помните набег на пустошь и брейданс боевиков 20-х годов, в котором кочевники нападают на Кануэр и Вилитех? Его премьера состоялась в ночь теракта. Совпадение? Не думаю. Внимательный читатель укажет, что в брейдансе есть камео Сильверхендта, но я считаю это маркетинговым ходом. Продюсерам нужно было известное лицо, которое поможет продать фильм о группе Бродяг. Меня больше интересует главная героиня. Как получилось, что она не снялась больше ни в одной ленте, несмотря на огромный успех набега в пустошь? Где она была во время теракта? В течение срока аренды. В течение срока аренды такого-то содержания холодильник большой закрыт. Инструкция не открывает. Срока аренда 50 лет. Клен не ответил на запрос по подождению срока аренды. Содержимое чеки будет прещено указанное место на мусорном полигоне. Это я что-то читал, по-моему. Архивный диалог Барри и Джен. Барри, привет. Не хочешь сходить вместе поужинать, Джен? Давай только не в Эльбурри, это там мерзко. Барри, может тогда в Патис-Патис? Джен, боевые соевые бургеры нет, спасибо. Барри, ну давай в Золотую утку. Джен, не знаю, китайского как-то не хочется, Барри. Господи, тогда выбирай сама, а? Заебала, серьезно. Технические заметки. Забыла сменить показатели манометра и добавить автоматическую перегрузку при включении. Модуль слежения опять завис над водой. Видимо, водостойкий корпус блокирует сигнал. Фикс сделать отверстие для антенны. Утерял связь с датчиком в глубинном режиме. Фикс запрограммировать автозавозврат в последней точке перед потерей света. Это я, может, что-то искал под водой. Произведение «Мутант под луной». Ночь выдалась обычная, ничем не примечательная. Город задыхался от густого черного смога, заполнявший легкие сердца его жителей. В тысячи окам барабанил кислотный дождь. Городской пейзаж напоминал странную мозаику из фортепьянных клавиш. За эти тридцать лет не изменилось ничего. Я стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Думая о женщине, которую не видел с самого конца войны. И вдруг я услышал стук в дверь. Такой же, как тридцать лет назад. Секунда. Секунду неожиданно хрипло, сказал я и дотронулся до панели на стене. Металлическая дверь бесшумно открылась. Я увидел стройную женщину в черном неомилитаристском платье. Она вошла, покачивая позолоченными бедрами. Ее губы были цвета смолы, а глаза... Казалось, что эти хищные желтые глаза пронзали меня насквозь. На мгновение мне почудило, что они хотят вынуть из меня душ. Мои губы растянулись в уродливые смешки. Я вспомнил, что у меня давно уже нет души. Я оставил ее на войне вместе с цветами, которые возложил на могилу матери своей женой. «То-то хочет меня обнулить?» Сказала она, бесцеремно нарушив молчание. Переливы ее голоса настолько затуманили мой разум, что я не заметил ее третью руку. Роковая ошибка. «Это невозможно», — ухмылился я. «Кому захочется убивать женщину с такими губами и бедрами?» Еще и из корпорации. Ее непроницаемые желтые глаза на миг сузились. Не успел я понять, что происходит, как мне в лоб уже смотрело дуло пулемет. «Ты не понимаешь», — тихо произнесла она, крепко сжимая оружие. «Речь идет о тебе. Здравствуй, братец». Перед глазами пронеслись воспоминания. «Бесконечный кошмар на фронте. Кровь эусебио. Сгоревшие провода. Изорванный плюшевый топир, подаренный Маргарет всего за два дня до ее гибели. И последние слова ее отца. Он говорил о моей сестре-близняшке, которая родилась мутантом и была отправлена в детский дом. Я пообещал разосыкать ее, но было уже поздно, она сама меня нашла». Интересная хрень. «Хром-ночь-любовь». Маска хрома на осеяла в лучах закатного солнца, словно маяк посреди насквозь прогнившего города. Люсиль почувствовала, что ее руки дрожат, а сердце бьется, как птица в клетке. Он перевел взгляд на нее. Его сильная, мужественная фигура возвышалась над окровальным телом корпората, который за мгновение до этого пытался надругаться над Люсиль. «Что со мной происходит? Почему он? Почему я?» Один за другим мелькали вопросы в его голове. Она осмелилась задать лишь один вопрос. «Кто ты такой?» Хроман взял руки Люсиль в свои. Она вздрогнула от предкосновения его холодных металлических ладоней. «Ты же знаешь, что я не могу тебе сказать. Тебя найдут, заставят выдать мою тайну, а потом убьют. Мне все равно, я люблю тебя. Люблю!» Она не видела его лица, скрытого под слоем хрома, но могла поклясться, что в его низком голосе подскользнуло волнение. «Ты полюбила мечту. Ты не знаешь, что скрывается под маской. Мне все равно, как ты выглядишь. А если я калека? У меня хватит денег на операцию. А если я андроид? Это не важно. А если...» Хроман вдруг сорвал с себя маску, и пораженная девушка увидела лицо Дамита де Лавели. «Если я женщина...» Люсиль на миг потеряла дар речи. От эмоций у нее закружилась голова, но спустя мгновение шторм утих. Она тепло улыбнула своей спасительнице и взяла ее лицо в ладони. Облака в ее мыслях начали расступаться. Впервые в жизни она смотрела в будущее с надеждой. «Сколько раз женщина должна признаться тебе в любви?» Прошептала Люсиль с теплой улыбкой, чтобы ты ей поверила. «Как романтично. Ты то, что ты загружаешь». Люси Мюррей смакнула с олба прядь виолетовых волос и соблазительно улыбнулась мужчине с серебристой татуировкой, который только что вошел в двери. «Сегодня она была легкомысленная дочерью гендиректора Космотеха, из тех, кто обожает дорогие розовые автомобили и чей IQ совпадает с размером туфель. Не лучшая роль, но ее нужно было сыграть безупречно. Заказ есть заказ, бля. Надо запомнить. У тебя что, IQ какой размера туфель, что ли, бля? «Добро пожаловать!» – крикнула она как можно тоньше и гривень. «Папуля подарил мне это кафе на день рождения, но сюда теперь никто не заходит. Я так рад, что вы зашли». Он повелся, точно повелся. Мужчина обернулся и посмотрел на нее с сочувствием, одновременно с интересом. А потом направился к стойке. Люси провела экспресс-сканирование, чтобы обнаружить органические части тела и вытащить шприцы снотворным. Она прекрасно знала, что надо делать. Подбежать к мужчине, запнуться, упасть его объятия. Разумеется, он поймал ее, прижал к себе, не дав ему опомниться. Люси ввела иглу шприцев, найденный прежде участок тканей. Он обмяк и упал, не издав ни единого звука. Люси снова улыбнулась, на этот раз от гордости. «Он готов, Питер!» Уже без слащавости в голосе крикнула на сторону подсобки. «Ты включил деку?» Не дожидаясь ответа, она схватила космоглаз и запустила программу извлечения нейроданных. Люси Мюра исчезла. На ее месте стояла 8U8LEGUM. Неуловимый нейтрайнер и самый высокоплачивый уносительный специалист по краже данных. Впрочем, она и не собиралась оставаться с собой надолго. Спустя мгновение, она должна была стать мужчиной с серебристой татуировкой. «Зеленая смерть». Побитый жизнью мужчина вдряхван балахоний, испытывающий, смотрел на молодого кочевника. «Ты тоже меня пойми», — произнес он. «Я не против незваных гостей, но тот, кто живет в пустыне один, имеет право на неудобные вопросы». Мальчик не ответил. Он с явной тревогой смотрел в окно, будто ожидал увидеть в ночном небе клин боевых дронов. «Я... я убегаю», — пробормотал он после недолгой паузы. «От зеленого фантома. Он следует за мной. Еще съел лоу-крик». Старик не пошевелился на уголок его губ и еле заметно дернулся. Он явно знал больше, чем говорил. «Не бойся», — сказал он. «Зеленый фантом охотится только за отпетыми преступниками. Если в твоем сердце найдется место раскаянное, он тебя простит». Мальчик вдруг оскалил с зубами на голову хмылки. «Ничем я не раскаиваюсь и не замыкаю мне мозги, дед. Ты о нем ни черта не знаешь». «Ну как же?» «Я один раз встречался с фантомом». Юный кочевник на миг широко раскрыл глаза от удивления. «Ой, он хотел было что-то спросить, но передумал». «Уже поздно», — заметил старик. «Ты устал, тебе надо поспать. Соберешься с силами, побежишь дальше, если захочешь. Сегодня мой дом твой дом». Мальчик молча пересек комнату и открыл дверь в крохотную темную спальню. Чтобы не запнуться, он включил инфракрасное зрение и тут же замер на месте. В кровати лежал труп. Мальчик подошел на шаг ближе, чтобы его разглядеть. Лужи остывающей крови и неестественно вырыгнутые морщинистые руки. И пустые мертвые глаза старика, с которым он только что разговаривал в соседней комнате. На стенах заплесали зеленоватые блики. Мальчик почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. «Если ни в чем не раскаешься», — прошепил холодный бесстрастный голос. «Та зачем бежишь?» «Бусидо и неопостмодернизм». Медиафрошиза «Бусидо» — настоящая лакмусовая бумажка нашего времени. Эта серия фильмов выставляет на показ все пороки американского общества и изящно подчеркивает самые масштабные проблемы эпохи модерна. Ее слоган «Жить надо быстро, умирать не надо» — отражает взгляды нового поколения на тему жизни и смерти. Яркая палитра цветов, эффект дрожжения камеры, вздесущие брызги крови и серые вещества — все это указывает, что режиссер стремится к глубокому анализу нашего мира. Однажды он сказал в интервью, что его прет, когда горячие телочки ставят раком плохих парней. Пожалуй, эта фраза лучше всего описывает атмосферу царившемся в обществе во время выхода «Бусидо 3». Стоит отметить, что в последующих частях регулярно прослеживается мотив имплантированной бомбы, через призму которой главный герой воспринимает действительность. В качестве примера приведем в последний фильм серии «Бусидо 10» — «Угасание». В сцене, где Горира отрывает руку Джейку в исполнении великолепного Тима Келли, превосходно показана двойственность человеческой природы. С одной стороны, Джейк лишается кибернетической руки, символизирующей одновременно его трагическое прошлое и непрекращающийся техно-онтологический конфликт со своим «я». С другой, именно благодаря этому Горира погибает во взрыве, который он навсегда запомнился всем нам. Как же зритель должен сталковать превращение тела антагониста в кровавое месиво? Что это, фигуральный крик скрываемого отчаяния или проявление собственной трансгрессии? Уничтожение тела служит метафорой для уничтожения разума? Но возникает вопрос, чего именно? Может, внутренняя борьба Джейка все это время была воплощением его страха? Неужели он сражался не со свирепым чудовищем, а с самим собой? Неужели весь сюжет от начала до конца это намек на состояние киберпсихоза? Франшиза с самого начала отличалась потрясающим уровнем глубины и проницательности. И мы можем с уверенностью сказать, что создатели Бусидона всегда изменили мир кинематографа. Это да. Так. Ну чё, Мастер Трансайщи 277. Добро пожаловать в Безумный Мир Гонок Найт Сити. Хочешь, чтобы улицы навсегда запомнили твое имя? Раскидай соперников по обочинам и займи своё место в зале. Слава рядом с такими легендами, как Серый Сокол, Христа Маргарет и Дин Рассел. Этот чип станет твоим проводником. В этом году гонки проходят 4 этапа. 3 в городе, 1 в пустошах. Экипажи, которые завершат не менее 2 квалификационных заездов, тройки призёров, пройдут в финал и получат возможность бросить вызову чемпиону прошлого года, Питеру Сэмпсону. Мастер Тататам совместился со всеми оптическими имплантами и позволяет видеть в реальном времени стартовый отчёт, контрольные точки, направление трассы, текущее время и позиции в гонке, количество пройденных контрольных точек. Также чип позволяет слушать комментатора в прямом эфире. Удачи, ваш мастер трасс. Данная программа обеспечения проверено отсутствие вируса взлома. Мастер Транс составляет за собой право на корректировку данных в случае изменения маршрута гонки. В случае изменения маршрута на начало гонки. Надо же. Эй, чё я гоню. Жители на из сити. Смотрите, а почему всего одна? Бриллианты японского стиля. Визит Ханако Аросаки в на из сити даёт нам уникальный шанс своими глазами увидеть настоящий кону стиля. Дочь недавно скончавшейся директора мегакорпорации остаётся одной из самых влиятельных персон в мире моды. И вот почему. Для начала следует отметить, что Ханако выбирает одежду исключительно японских брендов. Так она демонстрирует патриотизм и преданность традициям, которые воспитывали в ней с детства. Только зоркий глаз заметит на её пальто небольшую золотую брошь в форме логотипа Аросаки. А белое платье-карандаш в стиле нео-милитарии подчёркивает её истинно японскую скромность. Ханако королева корпоративного мира, и она прекрасно это понимает. Ей незачем доказывать своё превосходство выбирания китч, но в то же время на её одежде и аксессуарах для волос присутствуют золотые акценты, которые гармонично сочетаются с маникюром и реал-скином. Образ завершает ярко-красное пальто, которое добавляет хищных ноток. Можно ли назвать этот выбор цветов простым совпадением? Вряд ли. Может, это намёк на цвета японского флага, скорее всего. Мы в очередной раз убедились, что Ханако не боится сочетать традиционные и современные элементы культурного наследия своей родины. Окей. Эм... Чё-то я, чё-то я не то сделал, может быть. Так, сейчас проверим тогда. Так, что там у нас? Неожиданно, неожиданно. Так, базу данных всё понятно. Так, блин, так, успокоить неудобно иногда. Получается всё. Сейчас проверю. Но оказалось не так много, как казалось. Потому что половина... Ещё бы можно было, я как-то подбираю, вроде читая, но не успеваю. Где я столько архивных диалогов понабрал, вроде всегда читаю. Потому что они как-то по-другому называются. Ещё хотел с компа почитать, но я не знаю, много тут нет. Вот здесь вот всё хочу, что тут вообще, или тут всё то же самое? Просто интересно посмотреть. Вот это я всё читал, например, вот эти вот. Делаю квартал, площадь и всё в этом духе. Знаете, блин, как же меня... Как выходить отсюда, я не понимаю. Вот мне отсюда, вот мне надо выйти в сеть. Что так тупо сделано? Мост, танцы... Вот как мне выйти сейчас? Выйти... Выйти в сеть. Вот так вот. Просто посмотрим, что есть вообще. Там новости тут. Всегда было интересно хоть так разглядеть, полиция найти. Так, это тоже, смотрите, тут прям новости пишут, оказывается. Стоит это когда-нибудь почитать-то мне так лень сейчас читать это, так что не знаю. Может, отдохнуть, читая, посмотрим. Да господи, ну да, я посмотрю, я просто пролистаю, хоть раз проглядеть хотя бы, что это за сеть и дно. То есть вот это уже, это чисто вот эти вот новости, да. Оформите подписку. В мире, стиль жизни, технологии. Ну, интересно, она наглянули будет. Корпорация Найт какая-то. Самурай какой-то, что-то там. Ладно, мы же попозже отдельно прочитаем, что пока прощаться не будем. Так, народ, короче, пока отдыхали, уже кодекс накопился, кажется, я был неправ. Столько скопилось, так что продолжим. Столько скопилось у меня, пока я за кадром, получается, ходил и на одном стриме или на двух, не знаю, сколько уж там стримов было, не помню. Миднайт Армс СКР-22. Мощная полуавтоматическая штурмовая винтовка, принятая на вооружение обеими сторонами конфликта со времен остальных войн. СИ или ЭТО, да? Или ЭТОКУ, да? Нет, это СОР-22, короче. Сконструирована для военных целей, поэтому от нее не стоит ждать инновации, элегантности или даже просто удобства. Чтобы пользоваться этой винтовкой, необходим качественный эндоскелет и крепкомышечная сетка. Все эти недостатки слегка возмещают потрясающую бойную силу и безотказность. СОР-22 редко встреча на улицах. На Найт Сити на такая встреча не предвещает ничего хорошего. Блин, этого оружия так много, что когда им пользоваться, непонятно. Мелитехом 221 Саратога. Каждому жителю на Найт Сити знакомы характерные треск этого автомата. Саратога, выпущенная Мелитехом в 2040-х, должна была стать оружием корпоративных служб безопасности. Но ее малый вес, компактность, относительно невысокая цена и легкость в обслуживании понравились не только работникам стеклянных башен и деловых кварталов. Особенно популярность этот автомат получил бант. Это что неудивительно. Он отлично подходит для стрельбы из движущейся машины и уличных стычек. Ну а поскольку Саратога теперь может себе позволить любой оборвание с корпоративным службом безопасности, пришлось искать более мощное оружие. Так, окей. Искусственный интеллект. Системы с искусственным интеллектом поначалу были простыми алгоритмами, облегчавшими людям жизнь. Потом появились имитирующие человека-машины с запрограммированной личностью, которые иногда даже вызывали симпатию. Были также военные разработки, которые используются для взлома вражеских систем безопасности. А при том пришел речь Бартмоса и вызвал дата-краш. Ну это какой-то великий нейтранер, насколько я помню. Целью Бартмоса были корпоративные крепости данных, он хотел выкрасть из них информацию, опубликовать ее в сети. Но вместо этого развязал войну, навсегда изменившую облик киберпространства. В результате интеллектуальные системы начали мутировать и стали смертельно опасными. Так появились дикие и скины. Чтобы бороться с угрозой, нейтранеры сетевого дозора создали Черный Заслон, могущественную программу с искусственным интеллектом, которая служит только для того, чтобы не пускать диких и скинов. Ту часть сети, которой удалось пережить дата-краш. Официально никто еще не был за Черным Заслоном, впрочем в последние годы все меньше людей верят официальным источникам информации. Так, 6-я улица, банда. Эти банды вообще не различают, уже вас запомните, их куча, они все по-разному одеты, и я только мальстрем, по-моему, могу отличить, и все, блин. После 4-й корпоративной войны многие военные остались без работы, никаких-либо перспектив. Самые предприимчивые из них основали банду 6-я улица, объединив не только ветеранов, но и тех, кто хотел навести в городе порядок бывших полицейских, корпоративных охранников, даже гражданских, прошедших ускоренный курс боевой подготовки. У этой банды цель всегда оправдывает средства, поэтому средства часто включают в себя грабежи, вымогательства, торговлю оружием, угон автомобилей. 6-я улица контролирует АРО, и однако их гаражи и базы есть в других районах Найт-Сити. Духи. Духа вообще не помню, раз такие были. 1-й и 2-й кодексы кочевников называют разные причины, по которым человека можно и знать из клана. Мы вчера про таких, кстати, видели. Например, присвоение имущества, которое могло пригодиться всем, или отказ делиться с оклановцами. Читая эти документы, трудно делаться от мысли, что их писали в другие и более счастливые времена. Сейчас кочевников исключают из клана за убийство или насилие над членом своей семьи, за отравление воды или измену. Таких людей называют ржавыми стилетами. Большинство изгоев продолжают жить в дороге, по пути они сбиваются в большие группы, которые, впрочем, никто не назвал бы семьей даже в шутку. Жавы и стилеты рыщат по пустошам, нападая на автомобиль корпоративной конвоя и с особым удовольствием на лагеря кочевников. В окрестностях Най-Сити стилеты собрались в банду под названием Духи. Они хорошо организованы, хитры, и как большинство себе подобных готовы на все, потому что терять им уже нечего. И, блин, да они все одинаковые. Вот единственное, их имеется в виду, я особо различия не увидел. Животные. Единственная банда, у которой нет своей территории в городе. Животных можно встретить практически везде, хотя обычные люди стараются с ними вообще не встречаться. У них нет централизованной структуры. Банда поделена на маленькие группы во главе с независимыми альфами, мужчинами и женщинами. Для животных Най-Сити это городские джунгли в прямом смысле слова. Это объясняет импланты, которые должны делать их похожими на зверей. Прием гормонов, любовь к уличным дракам и восхищение первобытной человеческой природой. Благодаря физической силе и владению боевыми искусствами, но также размеру, животных часто нанимают охранниками и вышибалами в клубы и бары. Кроме того, животные известны своим участием в подпольных боях, нападениям на конвой и пристрастие к соку, гормональному коктейлю собственного изготовления. Аль-Дель-Кальдо. Это где Панам состояло. Один из старейших кланов кочевников, названный в честь его основателя, Хуана Аль-Дель-Кальдо, который в конце 90-х объявил беспощадную войну бандам, наводнивших в Лос-Анджелес. Он собрал так называемую районную стражу, в которой на момент ухода из города значилось 5000 человек. Выше всего они и стояли семейные ценности, во имя которых Хуан начал бороться против бездействующей полиции и коррумпированных медиа. Сейчас Аль-Дель-Кальдо состоит из нескольких десятков семей, рассеянных по всей Северной Америке, живущих в постоянном движении. Такие более-менее приличные получаются. Все? Еще Рокки Рич. Рокки Рич во многом похож на ранча Коронада, его попытались сделать уютным, удобным и самодостаточным. Он должен был стать домом для семей, рабочих, строящих близлежащие шоссе. В рекламе Рокки Рич представал тихим и спокойным уголком, располагавшимся всего в двух шагах от городских благ. Но его постигла та же судьба, что и большую часть проектов в Калифорнии. Работа над шоссе оказалась слишком затратной, а строительство города экономически невыгодным. Стройка была заброшена, люди остались без работы и дома в Рокки Рич опустили. Сегодня об этом районе в Найт-Сити уже не помнят. Он полностью заброшен, поэтому там часто можно наткнуться на грабителей и ржавых стилет. По-моему, мы там вчера засаду что-ли делали? С Панам. Лагерь кочевников. Кочевники не задерживаются на одном месте надолго, но даже временные стоянки устраивают с расчетом на удобство, порядок и своеобразный уют. Чтобы разбить лагерь, много времени не нужно. Все знают, что от них требуется, работают сообща. Кочевник Сантьяго однажды сказал, разбили... Да, опять по непонятным причинам у меня ОБС просто сворачивает, просто сам вылетает. Ну, короче, просто программа сама закрывается и все. Че за бред? До сих пор не могу понять. Так, разбивая лагерь на какое-то время, мы сможем снова становиться землевладельцами. А чем скорее землевладелец закончит дела, тем скорее он откроет пивко. Те, кто не ведется на пропаганду, знают, что кочевники народ гостеприимный. Все же, поскольку их лагеря надежно охраняются, о своих благих намерениях следует предупреждать издалека. Так, Ситанистское святилище. Так, Джапан Таун это не только рестораны с иероглифами на вывесках и ночные клубы, из которых доносятся Джей Лазер Поп. Это центр японской культуры и дом для тех, кто неразрывно связан со страной восходящего солнца. Многие посещают здешние святилища, чтобы узнать что-то новое о японских обычаях и немного отдохнуть от городского шума и суеты. Витриные электростанции Расположенные в пустошах витриные электростанции находятся в собственности Найт-Сити. Когда-то они вырабатывали большую часть электроэнергии для города, но потом были заброшены. Минное поле Минное поле пустошек наследие давно прошедших войн. Поскольку его так никто и не разминировал, сейчас оно служит в естественной защите границы. Единственное, кто может его безопасно пересечь, это контрабандисты. Там, по-моему, ни хера нет уже. Лагерь Дакоты Дакота ведет дела из автомастерской в Рокеридже. Жителям Найт-Сити такой выбор штаб-квартиры показался бы странным, но здесь, на крыле географии, гараж все равно, что оазис. Именно отсюда Дакота дергает за ниточки, растянувшиеся по всем пустошам. Если вы хотите на нее работать, то рано или поздно попадете в Рокеридж или нет Рокеридж, это где Дакота сидит, оказывается. Я был неправ. Владение Уэст Уинт Владение Уэст Уинт расположено в южной, самой пустынной части Пасифики. Оно отрезано от города побережьем боевой зоны, поэтому влияние водуистов здесь слабее всего. Их можно встретить только у отеля Лас Палапас. Остальную территорию контролируют мусорщики. Панорама. Из этой амолы между площадью корпорации Гленом открывается прекрасный вид на городской парк и порт. Если у вас достаточно денег на технику, оружие, одежду высшего качества, а также на дорогие рестораны, то в Панораме вы найдете все, что нужно. Странно, мне казалось, что я это читал. Дакота Смит. Так-то у меня получается тут все, что ли. Альдеркальда я читал же. Так, погодите, надо выйти. Опять что-то. Тут, оказывается, общая информация прям по всем. Транспорт, это, конечно, высшая тупость. С автомобилями это самое хреновое, что можно было придумать. Блин. Мне Дакота-то придется прочитать, раз я уже просрал момент. Дакота Смит фиксер в пустошах, возглавляющая северо-калифорнийский клан Пома. На первый взгляд, Дакота кажется мирной жительницей пустыни, которая утратила связь с действительностью еще во времена обвиняющей войны. Ой, анда. Свободно временно изучать тайный язык дыма от костров. На самом же деле, она проницательная женщина, сделала им складом ма, которой в этой части Калифорнии мало кто может похвастаться. Все, с кем она работает, выполняют ее заказы на совесть, потому что, во-первых, Дакота никогда еще не предавала, а во-вторых, если бы они подвели ее хоть раз, то давно бы уже кормили стервятников. Еще можно заметить, что Дакота не расстается с баллоном. Чистый кислород стал ее главным наркотиком несколько десятков лет назад. Странно. Странно, ну ладно. Так, окей, про этих я на стриме почитаю. Так это че? А, ну это я, собственно, тоже прочитал. Кажется, тут сразу в базе данных общую инфу выдает. Но тут-то явно ничего нет обучения, да? Окей, от Чипа Дэл. Отчет по протеиновым фермам. На сегодняшний день протеиновые фермы являются основным источником мяса и его заменители в Найт-Сити. В данной отрасли, если уверенно, лидирует биотехника. Корпорация обеспечивает потребности города в альтернативном белке более чем наполовину. Самый распространенный вид производства – разведение богатых белками сверчков, из которых можно получить высококачественный протеин. Более дешевым заменителем служат дождевые черви. Для производства тех же объемов белка требуется значительно меньше его места. В общем, такое производство представляет определенные сложности для рекламного продвижения. Обычносту потребителей кажется гораздо более приемлемым питаться сверчками, чем жрать червей. Вообще забавно, конечно, звучит. Будешь кормить червей, да? Так, и куча диалогов. Ладно, буду так читать, зря. Ну ладно. Карла и Молли. Мы засекли Танию стака. Она предала нас, Мо. Она теперь под ними ходит. Блядь, а я посылаю людей и волнуюсь, что с этой пиздой что-то случилось. Вот сука, объюлить ее. Блядь, обнулить ее. Окей, сделаем. Привет, мы ее взяли. Говорит, если мы ее не убьем, она даст нам сведения, которые много стоят. Молли, в пизду, ебнуть суку. Я сама выну из башки все сведения. Пристрелите эту блядь, чтобы другим не повадно было. Так, Таня и Андрей. Так, Таня и Андрей. Я больше не смотрю вам с завтрашнего дня работаю на когтей. Думаешь, так лучше? Не боишься? Они больше платят, прямо намного. Еще и квартиру обещают, и охрану. Глупо было бы не согласиться. Ну, может быть, поживем и видим. Почему они вообще к тебе пришли? У меня много знакомых, с которыми они хотят дружить. Цайт Гаст и Марку. Цайт Гаст, проблема. Марка, блядь, в смысле? Ты давно должен был все сделать, клиент начинает нервничать. Дай дописать, жду. Тут слишком хорошая защита. И в чем дело? Снаружи не пробиться, надо подойти поближе и подключиться к локальной сети, прямо внутри. Тогда чего мы трем-то? Иди, подключайся. Кто-то должен был меня там прикрывать. Это значит двойная ставка. Я спрошу. Клиент заплатит, работай. Супер. Так, Диана Куна, Вакака, нужна помощь, биотехнике все очень плохо. Кто-то слил данные по проекту, на котором я работала с Кох. Начальство хочет повесить это на меня всех жертв, вообще все. Они с Кох просто сделали вид, что ничего не знали. И они уберут меня до того, как я получу повестку в суд. Я знаю, я такое организовывала. Мне нужно уехать из города прямо сегодня. Деньги не проблема. Я не могу тебе помочь. Я не собираюсь разгревать дерьмов, которые ты себя загнала. Могу помочь только советом. Если хочешь уехать из Найт-Сити, езжай сейчас, сию минуту. Цель ликвидации. Диана Куна. Кот красный, приоритет выше, доктор Джоанна Кох. Что ты уже забыл про это? Что это было, блин? Халапинию Джоя Кадим Браун. Что, у тебя все нормально? Месяц тебя не видел. Да, и пере... Так, это мы читали. Это я вчера читал, так членская карта читали. Заказ. Титара Сё, привет, можешь делать дилда в форме меча. Не острое, просто чтобы выглядело, как катана. Отправил фоточлены, фото катаны. Сделай, пойдем, брат, сам. Конзиси и Накая. Мы можем отключить ее насильно, но тогда она нам уже ничего не скажет. Надо найти того, кто знает ее методы, кого-нибудь из ее знакомых, с кем из нейтранеров она поддерживает связь. Давайте я вам лучше позвоню. Ну, короче, эту мы девку вчера спасали. Анна Эвил Адамсон. Раз Анна Хэмил Эвил Адамсон не читал? Я тебя тоже найду, кусок говна. Билл, ну-ну, ты совершила ошибку. Не я, а ты. Зря ты первым убила Ковальска, а надо было начинать с меня. Еще успею, блин, я забыл, такая Анна Хэмил. Но стоит ли этим гордиться? Давай забудем об этом, напишем, что Ковальска совершил самоубийство, как и многие другие копы в Найт-Сити. И будем с тобой работать вместе, как раньше. Анна Хэмил, это полицейская, я вспомню. Зачем вы мне это говорите? Ты мне нравишься, Анна. В тебе есть что-то особенное. И поэтому вы подослали ко мне эту наемницу? У тебя есть характер. Нет, Билл, это называется стержень. Хватит меня уговаривать, я иду за тобой, и меня ничто не остановит. Ах, Анна, не ищешь ты легких путей. Это вот мы сказали уезжать из города. А мне интересно, где мы этот диалог взяли? Это мы с Анной поговорили, сказали, уезжая из города, она сказала, уеду, пофиг. А в итоге она хочет этого Билла, который нас нанял замочить. Прикол. Джеймс Лисихара и Куника Асу. Джеймс, есть работа Аса. Где? Магазин на Брод-Стрит. Бьем или убиваем? Убиваем. Не хочет платить? Почему? Говорит, ему охрана не нужна. То есть идиот. Даже она у каких-то местных вышибал обнулить их всех. Наемники или животные? Крыса. Слоган. Дохновляй город и дыхай в деревне. Такси. Неизвестно, сколько разговоров воров вызвала новая реклама компании для Суда. Но хочу напомнить, что решение принадлежало клиенту. И даже если мы с ним не согласны, мы должны его уважать. Автор идеи, новый креативный директор Суда. А Суда? Суда, наверное. И сын президента фирмы Майкл Кох. Ниже я привожу сообщение от мистера Коха. Попрошу вас на этот раз воздержаться от комментариев. Главная компания Сельская краса, которую проводит Суда, мне кажется, Суда или Судо, черт знает. Мы хотели показать, что эксклюзивная корпоративная одежда должна быть не только стильной, элегантной, но и удобной. Тесты в фокус-группах показали, что многие из наших нынешних потенциальных клиентов, живущих и работающих в центре города, чувствуют дискомфорт от того, что им приходится переодеваться или обновлять гардероб перед посещением своих загородных домов. Идея ясная, будем работать с тем, что есть. Композиционно можно развить мысль со съемкой модели на фоне автомобиля, но заменить лимузин на что-то более деревенское, тот же Тортон Колби бьют. Пикапы традиционно символизируют просту сельской жизни, а мы как раз покажем, что простота скрывает за собой гениальность. Еще один момент. Для клиента важно провести съемки при естественном освещении в пустоши, как он сказал, как он сказал, чтобы с фотографией била правда. Это довольно опасные места рядом с бывшей гоночной трассой, поэтому я постарался выбить для вас однодневную страховку Труа Матим. В случае чего вас вытащат, но если у кого-то есть личное оружие, я бы взял его с собой. Удачи на сессии, надеюсь, вы сумеете отразить сельскую красоту, которую мечтает мистер Кох. Клинт Уолтер, рекламное агентство ваш выбор. Диалог Коллин Тодд и Джордж Йоханссон. Ты скоро? Еду, милая. Сколько мне еще ждать? Я скоро буду. Это последний заказ, последний конвой. Мы скоро уедем и забудем про Ниците. Надеюсь. Я тебя жду в укрытии уже. Не выдержала сидеть дома. Походу, сдохла. Так, опять два рядовых милитех. А, рядовой и сержант. Рядовой, нашли убежище Джорджа Йоханссона. Ожидаем приказов. Сержант, конфисковать имущество и вернуться на базу. Так точно. Сержант, препятствовать. Принято. Ну, понятно. Сюна Кадо Эйко Тибе. Эйко, вам надо убрать одного парня из духов. Стива Ковальски. Его надо жестко разъебать, чтобы духи взбесились. Главное, это должно быть похоже на шестую улицу. Почему-то Сюна Кадо. Акадо. Вакака Акадо же. Эйко, мы хотим, чтобы они перегрызлись. Круто. Вакака Акадо же, да? Не. Вакака Акадо. А кто такая Сюна Кадо? Дочь? Муж? Сын? Хер поймешь, что за прикол. Охереть, сколько я прочитал, я в шоке. Я в шоке, и все в шоколаде. На охереть тут тексты, я не знаю просто, кто это выдержит. Мне это нравится. Провал миссии Валар. Неудачное завершение миссии Валар положило конец программы Лизер 3.0, нацеленное на изучение группы экзопланет 972609. Эта неудача стала исчерпывающим доказательством того, что космическая гонка не способствует исследованию космоса, а напротив препятствует ему. В 2060 году Лагаретто назвал 15 лет сроком, за который человечество должно совершить новую технологическую революцию, подтвердить существование белых дыр и разработать теорию квантовой гравитации. 15 лет прошло, а революция так и не наступила. Возможно, если бы Йо Кацик и Орбитал Р работали сообща, как подобает ученым, все могло бы быть совсем иначе. В наше время сложно делать прогнозы, так же смело, как это делал великий Лагаретто, но можно предположить, что следующий успешный запуск будет произведен уже не с земли, а со станции Анил-1. Качевники на месте взрыва. Корпорация Анайт хорошо платила всем, кто помогала разбирать радиоактивные завалы на месте взорванной Росакотавр, а также обеспечивала работников биомониторами и необходимыми имплантами. Словом очевидцев, треск счетчиков Гейгера на месте катастрофы был оглушительным. Сейчас можно лишь гадать, сколько участников расчистки вскоре погибло от лучевой болезни. На отчетной пресс-конференции корпорации городские власти заявили, что количество смертей было сведено к минимуму. Однако официальную статистику публиковать отказались. Причем этого никто не требовал, поскольку спасателям, инженерам и рабочим большинство своем были не жители Найт-Сити, а кочевники. Об этом не сообщают в новостях и не рассказывают в школах, но для работ были, наверное, сотни обетателей пустоши, в основном из кланов Аль-де-Кальда. Им нужна была правильная работа, городу профессионалы, которые к тому же готовы были рискнуть жизнью ради того, что Парасака смогла возвести на месте разрушенные башни новую. История, как известно, бывает ироничная. Те самые кочевники, которые презирали нашу так называемую систему, оказались ее спасителями, чем ни в первый, ни в последний раз. Приход от кислоты, но в другом смысле. Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если упасть в лужу кислоты? Теперь у вас есть возможность это проверить. Я разочаровалась в Kings of Acid еще до того, как получил ее на обзор, потому что она оказалась не о той кислоте, на которой я надеялся. При этом мне казалось, что все хорошие игры в жанре боди-хоррора уже вышли, и придумать что-то новое практически невозможно. Но представьте себе, у разработчиков получилось. Вы играете за Артура Кера, довольно неуклюжего рокера, который оказывается втянут в преступные махинации Мальстрима. Киборги поручают Керу доставить дружественные корпорации ящик с одноклассничным существом, способным моментально регенерировать. Поскольку удача отвернулась от нашего героя давно и надолго, враждебная банда устраивает на него засаду в корпоративной лаборатории. И Кера сталкивает в чан с мутагенной кислотой, тогда-то и начинается, так сказать, прихот. Тело рокера начинает постоянно мутировать, появляются глаза на гениталиях, кожа начинает перемещаться, и горло вырастает чупаться, и это далеко не самое странное. Надельно хочется отметить систему прокачки, в том числе возможность поглотить генетический код побежденного врага. Число случайных мутаций, на которые можно потратить очки опыта, постоянно увеличивается, так что перепроходить игру точно будет не скучно. По сюжету спойлеры, Кера стремительно отомстит продюсеру, который не дал ему заключить выгодную сделку на выпускной альбома. Жестоко убил его возлюбленного. История и игровой процесс связаны воедино, входящий в комплект имплант для всей доброй данца позволяет игрокам пережить самые шокирующие мутации. Только вместо нетерпимой боли вы почувствуете незабываемый азарт. Поверьте, это нельзя пропустить. Что за бред? Бе. Бе. От Месси. Вот, значит, как. Хорошо. Я уже даже не знаю, что сказать. Все равно с тобой разговаривать бесполезно. Юристы все оформят. Больше ничего не будет тебе напоминать, что ты сидишь в мертвом городе. Плати этот бесконечный кредит за дом, который никогда не достроят. Смотри на свою подпись под договором, который разрушил нашу жизнь, а потом и семью. Может, когда-нибудь до тебя дойдет, что они могут в любой момент его разорвать и оставить тебя ни с чем. Ты как хочешь, я начинай новую жизнь. Будь здоров, Мэйс. Детям пока лучше не приезжай. Пока. Джекс, дальше ты как-нибудь сам. Извини, новые холодильники приехали. Я их зафигарил под бар. Бочки поставил. Краны работают. Брозе флюется. Были бы клиенты. Было бы вообще супер. А так нам говорить не о чем. Честно тебе скажу, продавай это место к херам. Они этот город никогда не достроят. Я понимаю, низкая кредитная ставка, но они тебя кинут. Друг, жопой чую. В общем, если что, звони, я поеду обратно разливать пиво в Найт-Сити. Босси, это наверное там, где мы вчера стреляли с Панам. Все-таки. Люк Стилман, станция Сайонара. Вы когда-нибудь задумывались, как эта книга впала к вам в руки? Откуда она появилась? Кто ее доставил? Мало кто задается этими вопросами, очень зря. Потому что ответы на них заслуживают внимания. Я бы даже сказал, каждый должен знать этот ответ. Еще не так давно большинство товаров перевозили по морю. Это было дешево. Быстро и относительно безопасно. Но во время 4-й корпоративной войны Аросака решил разместить в море автономные самовоспроизводящиеся мины, снабженные искусственным интеллектом. Что могло пойти не так? Как оказалось, многое. Задача искусственного интеллекта была проста уничтожать корабли противника. На славах все было очевидно. Суда, на США и Милитеха отправлялись на дно. Корабли свободных штатов в Аросаке проходили невредимыми. Однако программа стремилась оптимизировать задачу. Есть существовала не нулевая вероятность, что под флагом союзников следует вражеский корабль. Мины срабатывали. Конечно, как только инженеры что в квартире Аросаке поняли, что происходит, они сразу выпустили обновление программы. Но искусственный интеллект идентифицировал его как вирус и заблокировал. История межконтинентальных морских перевозок подошла к концу. Теперь вернемся к вопросу, откуда у вас эта книга? Если вы живете не в Чикаго, где она ездана, то вряд ли вам помогла сеть. После диверсии Бартмоса от нее почти ничего не осталось. Может она прилетела самолетом? Вряд ли воздушные перевозки до сих пор обходятся слишком дорого. Возможно ее привезли в грузовике? Не исключено, но я склоняюсь к тому, что она прибыла в ваш город поезда. Представьте себе, старая добрая железная дорога переживает сейчас настоящий ренессанс. Только в прошлом году было проложено 25 тысяч километров новых путем, в том числе подземных, соединяющих Токио и Шанхай. Неожиданно для себя я выяснил, что высокоскоростной бронепоезд преодолевает расстояние, разделяющие два города всего за пять часов. Это нужно было увидеть. Через два дня я уже был в Токио на станции Сайонара. Мьюзикл Корпоративные войны. Феноменально. Зиги Кью. Исторически достоверно и невероятно красиво Карина Ли. Много взрывов Джиллиан Джордан. Действие первое. Идет четвертая корпоративная война. Сабура Арасака недоволен успехами своего сына Кея, командующим войсками Арасаки. Он приказывает Кею нанести по врагу решающий удар, если тот хочет стать наследником империи. Кея, который в первую очередь мечтает заслужить любовь своего жестокого отца, предлагает обвинить в разорившейся войне Мелитех. Их разговор подслушивает Сара, агент Мелитеха и приемная дочь генерала Дональда Ланди. Сара приходит к выводу, что единственный способ закончить боевые действия убить Кея. Генерал Ланди поддерживает решение дочери. Тем временем на Найт-Сити приводит Эндрю, юный идеалист и почитатель Сабура. Он мечтает разыскать в последнюю в мире чайку. Для этого он пробирается в трюм корабля Арасаки, но охранники находят его и выставляют на посмешище. По совпадению как раз в этот день Кей приезжает на осмотр корабля. Сара узнает об этом и проникает на палубу. Увидит мужчину, она готовится спустить курок, но вдруг ловит на себе взгляд Эндрю. Время застывает, между ними проскакивает искра, они моментально влюбляются друг к другу. Время спустя Сара стряхивает наваждение и стреляет в Кея, но Эндрю заслоняет его своим телом. Агенты Милитеха спешно уезжают. Кей, который заметил взгляд влюбленных, решает использовать Эндрю в качестве приманки для Сары. Яков благодарный за спасение, он приказывает врача Моросаки вылечить Эндрю и тайно вживить ему искусственное сердце со встроенной ядерной бомбой. Господи Иисусе. Он принимает молодого человека в армию Моросаки, когда Эндрю рассказывает ему о своей заветной мечте, убеждая того, что уничтожение морской экосистемы популяции чаек произошло именно по вине Милитеха. Действие второе. Сара возвращается к генералу Ландии и рассказывает о проваленном задании. Он дает своей дочери второй шанс и предлагает покончить войну на Пафнара-Сакатавр. Сара и Эндрю не в силах забыть о своей мимолетной встрече и принимают одно и то же решение искать друг друга в киберпространстве. Они встречаются виртуального кораллового рифа и теряют счет времени. Вскоре понимают, что им не суждено быть вместе. Эндрю заявляет, что настоящий коралловый риф погубил Милитех и Сара понимает, что ее влюбленный вступил в войска Аросаки. Обе корпорации готовятся к заключительной битве. Эндрю и Сара горюют о не случившейся любви. Генерал Ландии беспокоится за жизнь своих солдат. Сабуру дает сыну последний шанс заслужить его уважение, но Кей понимает, что Аросака не сможет выиграть бой. Он решает взорвать Аросака Тауэр и выставить виновника Милитех, чтобы заслужить любовь отца хотя бы посмертно. Отряд Сары проникает в Аросака Тауэр. Возлюбленные встречаются на поле боя, но не могут заставить себя выстрелить друг друга. Кей пытается взорвать ядерную бомбу в сердце Эндрю, но детонатры не срабатывают. Кей приходит в голову отчаянная мысль. Он стреляет в Сару и убивает ее. От горя сердце Эндрю разрывается, что приводит бомбу в действие. За миг до гибели Эндрю стремляется взгляд вверх и видит палящую в небе чайку. Взрыв разрушает Росака Тауэр мечты Эндрю убивая и его и чайку. Плачь Эндрю. Мне снилось море без конца и Аросака корчим был, но ныне сны мои лишь сны и маня дно лишая сил. Я так хотел бы боль унять, как чайка взмыть над гладиот, но сердце храмовое вновь стучит как будто бы живо. Живо. Я Аросаке отдал все, но получил лишь боль утрат. Так я погиб как человек, но был рожден как корпорат. Коптская Библия. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их и сказали друг другу давайте выберем себе жен среди сынов человеческих и родим себе детей. И они взяли себе жен и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними и научили их волшебству и заклинаниям. И открыли им срезанные корни и деревьев. Они же зачали и родили великих исполинов, рост которых был в три тысячи локтей. Они поели все приобретения людей так, что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожрать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям и тому, что движется и рыбам и стали пожирать друг друга их мясом и пить из него кровь. Тогда сетовла землян на нечестивых. Строить свое будущее в Рокки Ридж. Рокки Ридж настоящий рай вдали от шума большого города. Новый город в шаге от Найт Сити. Рокки Ридж это не только удобное жилье по разумной цене прекрасное расположение и отличная транспортная доступность, которая обеспечит строящиеся автостраны. Это еще и первый шаг к развитию региона и новым рабочим местам для его жителей. Выбирайте Рокки Ридж и выбирайте стабильность. Ага, стабильность и стабильный нихуя. Что говорит ваш бог о Керосе? Официальная позиция католической церкви по поводу имплантов остается неизвестна. Однако распространение среди клериков телесных модификаций разного рода позволяет предположить, что это конфессия, впрочем, как и другие ветви христианства, полностью поддерживает живление имплантов. Иных взглядов придерживаются мормоны. По законам церкви ни один богобоязанный прихожанин не может носить импланты, модифицирующие, усиливающие, лишь украшающие тело. Допустимы только устройства и протезы, необходимы по медицинским показаниям. Исламские богословы, как правило, высказываются об имплантах негативно, однако кибернетическая модификация тела официально не запрещена. В идаизме данный вопрос регулируется только внутри хасидских общин, где в каждом конкретном случае принимает цадик. Патология пустоши. Подумываете о том, чтобы выходить из города и остаток жизни провести в дороге? Ваш ребенок говорит, что мечтает стать кочевником? Зря. Не спешите романтизировать этих храбрых пиратов с большой дороги. Кочевники вовсе не такие таинственные и благородные, какими вы их себе представляли. О нет! Они ничем не отличаются от городских преступных организаций, хотя назвать их организацией можно только с большой натяжки. Эти бродячие группировки состоят из психически неравновешенных анархистов, выброшенных на затворки цивилизаций. После исчезновения аграрных хозяй в Северной и Южной Калифорнии они отказались от всех благ цивилизации и вступили на путь кровавого протеста. Они живут в проржавевших крузовиках и трейлерах без предметов первой необходимости, даже без проточной воды и торговых автоматов. Они сами выбрали грязь и нищету. Что это не свидетельствует их безумие? К слову, о нищете на жизнь кочевников хватает всегда. Откуда же у них деньги, если они не работают на фабриках, в отелях, ресторанах и барах? Эти бродяги нападают на нас, на автомобили и ави, которые доставляют оружие и еду, нам и нашим семьям. Более того, они переправляют через границу психоактивные вещества, а иногда даже помогают сбежать из страны убийцам и насильникам. Они и сами Вы, наверное, решите, что у этих так называемых мятежников, борющихся за идеи, есть хоть какое-то подобие сплоченности? Ничего подобного, по пустошам рассеянные десятки, если не сотни разрозненных шаек, которые все время грызутся друг с другом. Сегодня они объединяются, чтобы ограбить караван с тканьями, а завтра наносят бывшему союзнику удар в спину. В этой резне участвуют даже их собственные дети. Пока мы дарим своим сыновьям и дочерям игрушки, их отпрыски довольствуются винтовками и ржавыми ножами. Однако не спешите осуждать детей. Вина лежит на их родителях, которые лишают своих потомков светлого будущего. И ради чего? Ради иллюзии свободы, которая скрывается за завистью и ненавистью. Каждый из них мог бы стать инженером, агентом сетевого дозора или даже генеральным директором. Но вместо этого они умирают посреди пустыни и в одиночестве. Все ради горстки Энни или пакета с наркотиком. Горстки Эдди, а не Энни. Все еще мечтаешь о жизни кочевника? То-то же. Потому что, блин, что за Энни? Наверное, Эдди? Просто о кочевниках. Начнем с того, что вы ничего не знаете о кочевниках. Книги, брейдансы, средства массовой информации лгут вам. Буду лгать, пока вы сами не захотите узнать правду. Если кто-то говорит, что кочевник это профессия, не верьте. Это стиль жизни и в любом склане вам расскажет о нем больше, чем на всех телеканалах. Вот что вам нужно знать в первую очередь. Кочевников больше двух миллионов. Само собой, у них есть иерархия. Она видна во всем, если знать, на что смотреть. Кочевники делятся на несколько народов. Народы делятся на кланы, а кланы на из семьи. Их легко отличить по цветам. Клановые курткам, наклейкам, на машинах и мотоциклах. Они подходят к этому вопросу серьезно. Следуйте их пример, если у вас нет желания уехать домой со сломанной челюстью. Не путайте кочевников с ржавыми стилетами. Многие из них не простят вам ошибки. Стилеты это убийцы и выродки, которых вышвырнули из кланов. Или обычные городские преступники, которые скрываются от полиции. Стилеты сбиваются в банду не потому, что так удобнее, а потому, что у них нет выхода. Ни один здравомыслящий человек не станет с ними работать, поэтому они в основном зарабатывают грабежом и разбоем. Происхождение названия ржавые стилеты неизвестно, но скорее всего за ними стоит некая очень неприглядная история. Кочевники зарабатывают на жизнь наемной работы, и род занятий определяют стратегии отдельной семьи или клана. Одни вспахивают земли агрокорпорации, другие привозят грузы, охраняют корпоративные конвои. Кто-то перебрасывает через границу контрабанду, кто-то помогает людям исчезнуть с радаров разъярованных компаньонов или кредиторов. Вы платите, а не выполняют заказы, затем вы пожимаете друг другу руки и разъезжаетесь. Это самое основное. Если нужны подробности, разбирайтесь с духом и езжайте к кочевникам. Удачи! Так, сорян, что тут у нас еще? Что еще? Все, что ли? А что так мало? Бля, конечно, охереть, я не знаю, кто столько напридумывал это феноменальное явление какое-то на самом деле. Так что, давайте проверим. Да я это все прочитал. Просто удивительно. Сколько, кто это клепал все просто, сколько людей придумывали это все дресси. Это с простого непостижимо. Окей, давайте посмотрим, что за компом. В конце концов, надо это сделать. Надо. Так, только надо начать, может, с конца, потому что сначала не охота. Так, что тут у вас? Это мой сет, посвященный группе самурай. Если вы их знаете, добро пожаловать. Если нет, значит, вы не знаете вообще ничего. Сильверхенд жив. Лучшая группа всех времен была основана на начале 21 века в Найт Сити. В ее состав входили Джонни Сильверхенд, повелитель панка, борец против системы, бывший солдат из заклятого корпорации, вокал гитара. Керри Евродин, друг Джонни, пел в целом не хуже, но без изюминки. Пришел в мейнстрим, когда группа развалилась, вокал гитара. Дэнни, железная баба, которая выбивала всю дурь из барабанов. Барабаны. Нэнси, сейчас известна под именем Иси Дабес. Гениальная клавишница. Говорят, своего мужа абьюзера выбросила из окна. Жаль, что продалась новостям на 54-м. Клавишная. Генри, универсальный вундеркинд, работал над первым прототипом личного порта. Свои первые концерты самурай давал маленьком прокурином клубе под названием Радужная конденция. Никогда не забуду атмосферу этого места. Потасовки с корпоратами, чемпионат по литрболу установился бесконечной тирадой Джонни о специфические шутки. С 2020-го он напечатал футболки для мирового тура группы. Хотя все знали, что самураи не пускают концертные залы даже в США. Можно только гадать, по какому принципу он выбирал города. Пекин, Саппора, Катавицы. В моей коллекции есть одна из этих футболок. Надо сказать, шутку никто не понял. Настоящий рок с большой буквы R умер вместе с Эльверхендом в ярком пламени с оглушительным грохотом. Мы все еще слушаем твои песни, Джонни. Мы помним, больше нам ничего не остается. Как выйти? Только так. Корпорация Найт. Что же такое Корпорация Найт? Наследие Ричарда Найта. Снова Найт-Сити, безмолвный, бдительный страж города. Чем Корпорация Найт не является? Производителем хлама, компании, которая забудет только прибыль, иностранным совозманцам на американской земле. Вначале мы были фондом Ричарда Найта, человека, который мечтал создать идеальный город. Исполнение его мечты лежит в основе всех наших проектов, инвестиций, общественных инициатив. Мы строим подземный муглевный туннель, мы финансируем исследования, спонсируем приюты. Следуя идее нашего основателя, мы больше кого-то не было вкладываемся в повышение качества жизни Найт-Сити. Мы не боимся рисковать, Найт-Сити для нас превыше всего. Окей. Новости на 54-м. Умер Люциус Райан. Найт-Сити потерял мэра, но получил возможность измениться к лучшему. Один из ближайших подбижников Райана заявил, что бывший мэр всегда заботился о блоке жителей города, но часто проявлял нерешительность в отношении с Арасакой. Оформите подписку. Так, убитца Бура Арасаки. Подтвердилась информация о смерти Сабура Арасаки, тело которого было обнаружено в отеле Кампаке Плаза в Найт-Сити. Его сын Юринобу Арасака обвинил в произошедшем конкурентов корпорации Арасака, а также нелестно высказался в адрес правительства, несмотря на отсутствие. Полиция Найт-Сити обнаружила мертвого сотрудника Арасаки, который, по словам Харрек, два дня не появлялся на работе. Мужчина был найден в своей квартире. По заявлению Рипера, осуществлявшего судебную медицинскую экспертизу, смерть наступила в результате самоубийства через отравление. Тяжелые условия труда уже неоднократно. Пять перестрелков в Отсоне. Местные банды снова начали войну на улицах Отсона. По сообщениям полиции, между членами группировок мальстром тигриной когти завязалась перестрелка, в результате которой погибло семеро мирных жителей. Не первый раз бандитские разборки вспыхивают средь бела дня. Это тоже неоднократно. Нравится оформить подписку еще чем. На грудь не поссать. Я играю в Чайку. Большое интервью. Феноменально. Потрясающе. Снакшибательно. Так критики отзываются о примере корпоративных войн нового мюзикла Тима Кунца. Взяли эксклюзивное интервью исполнительной главной роли, который... Ну и все, что ли? А, тут еще четыре. Шикарный сувенир. Соблазительное предложение для владельцев платинокредитных чипов. На границе между Польшей и СССР было обнаружено банка липового меда. Ученые уверены, что мед сделан настоящими пчелами. После завершения лабораторных проверок банку выставят на аукцион. По оценкам экспертов ее стоимость может достигать 300 тысяч баксов. Немецкая революция. Власти Ямала-Ненского автомобилового округа предприняли революционные меры по осушению болот для расселения в совершенно новом городе бывших кочевников, готовых перейти на оседло образ жизни. Благодаря новому НПЗ Савалой будущим жителям города не придется долго искать работу. Африка обратила взор на звезды. Правительство Новой Африки в очередной раз объединило усилия с Orbital Air, в этот раз нацелившись аппарат оснащенный самым передовым и в мире попытается приземлиться на поверхность Проксима Центавра Би ближайшие несколько лет. Беспорядки в Амазоне В Амазоне продолжаются беспорядки. Кочевники называющиеся людьми амазонских племен разрушают фермы принадлежащие бразильской корпорации Сильвашера. Солкновение привело к гибели 37 сотрудников корпорации в то время как бандиты остаются на свободе. Бразильское правительство Соединенных Штатов поддержит Сиэтл в борьбе затянувшейся засухой. Президент Майерс запустила новую инициативу под названием Вода Плюс который предоставит местным предприятиям доступ к чистой питьевой воде. Первые тысячи покупателей получат скидку главным спонсором программы являются Милитер. Стайл Фолайф ЭЦ вкусный белковый салат. Худеть уже не модно следите последний фитнес-тренд позаботиться со своим здоровьем. Приготовьте отличный салат из смешанных белков и овощных спрендов олдфудс ингредиенты салат латук овощной спрендов олдфудс и белковая смесь со вкусом яиц. Эвтомофагия с чего начать веганство фреганизм и сыроедение остались в прошлом. Диетологи предсказывают что в ближайшие несколько лет моду войдет энтомофагия. С чего же начать знакомство с миром насекомых скин. Кентех начал представлять в клинике корея новоорганический реал скин насыщенный зеленым флоресцентным белком. То успехом на внутреннем рынке зависит попадет ли он в зарубежном риперам. К сожалению идеями пиратских брейдансов пиратские брейдансы становятся все более серьезной проблемой. Нелегальные записи людей посещаемые кинотеатры концерты и спектакли обходятся исполнителям в новых Соединенных Штатах 12 миллиардов евро-долларов ежегодно. Президент Майерс объявила увеличение штрафов за так нового облик знаменитой актрис. Кристина Питерс появилась на публике с новым имплантом четвертого поколения в неамилитаристическом стиле авто в тот самом который еще не в том самом наверное который еще недавно активно критиковали означает ли это подписание актрисы а можно юрить фотку оформите пипичку обязательно обязательно обвинительно технологии нападение на old sad communications атака нейтронеров на французское отделение old sad communications трение было отражено когда злоумышленники попытались украсть данные о лишних географических звонках членов совета директоров корпорации подразделение сетевого дозора во Франции подозревает что воры намеревались как-то использует данный продукт в шантаже да керосия в живом цвете представитель керосия объявил что корпорация работает над новым тетрахроматическим оптическим имплантом вы когда его пробовали представить абсолютно новый цвет керосия заявляет что новый имплант расширит видимо часть спектра как жизнь азиатский рынок игр шокировал весь мир всего одним словом ген тома недавно основанная компания разрабатывает интеллектуальный стимулятор голографических звонков которые позволят пользователям создавать друзей с нуля разработчики надеются на процент в странах что за бред витяг готовят революцию витяг проводят испытания революционного сопроцессора который позволит человеческому мозгу синхронизироваться с дополнительной кибернетической конечностью несмотря на то что люди эволюционно не приспособлены к управлению с каждым тремя руками ученые разработали так Япония движется назад немецкий кибертромполог Лео Маус опубликовал доклад о странном откате в японской культуре потребления парадокс как указывает он заключается в том что граждане страны известны своим технологическим достижениям по-прежнему используют аналоги пленочные камеры и карманные компьютеры бывает что я не пойму это только старые сообщения как оплатить я так и не понимаю как много так ладно давайте это на потом остаемся что-то я подустал сегодня drei л Audio л л л л л Продолжение следует...